Ну вот, груша, которая засохла. Ну, как говорится, отрицательный результат тоже результат, так что делаем выводы. Семь из восьми груш засохли, почернели. Руководитель Краевого фонда имущества, управляющий парком Изумрудный Владислав Вакаев, поясняет, озеленить этот участок около месяца назад взялась одна из организаций. Она же самостоятельно выбрала породу деревьев, грушу. Увы, груша оказалась слишком приходливой. Вакаев говорит, во многом это полезный опыт, который подтверждает, нужно прибегать к местным алтайским породам. Так, высаженные в другом месте сосны отлично прижились и уже подросли на несколько сантиметров. На другой упрек горожан, почему вместо заявленных семи десятков с лишним саженцев, в реальности лишь половина, управляющий парком объясняет, по ходу высадки пришлось скорректировать планы. Были планы больше посадить и готовы были предоставить больше деревьев, но мы сознательно попросили это не делать, потому что задача все-таки подготовить территорию к высадке, чтобы, ну, в первую очередь, выкорчевать пни, потому что посадить дерево просто, а потом мы не сможем загнать технику для того, чтобы выкорчевать какой-то тяжелый пень. Поэтому мы, несмотря на рвение людей сажать деревья, мы попросили пока в тестовом режиме попробуем вот эти деревья, посмотрим, как это все растет, как это приживается. Озеленять парк на бюджетные средства начнут ближе к осени. К этому времени обещают разработать детальный план посадок, где будут хвойные, где кустарник, где наилучшее место для лиственных. Высаживать планируют в основном крупные деревья. Правда, не все горожане, кажется, хотят, чтобы парк снова стал зеленым и уютным. Пока одни барнаульцы проявляют гражданскую сознательность и внимательно следят за жизнью парка, другие ему вредят. Вот здесь еще недавно росла себе, приживалась молоденькая яблонька, и все, кто-то выкопал. Выкопал здесь и еще в паре мест неподалеку. Пресекать действия вандалов скоро будет охрана. Она должна появиться в парке до конца лета. Еще из планируемых изменений прокладка водопровода. Сейчас воду для полива деревьев приходится привозить в бочках с ближайшей водокачки. Что же до комплексного благоустройства, то Вакаев заверил, несмотря на экономическую ситуацию, он рассчитывает сделать в этом году обещанное ранее освещение и велобеговую дорожку. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком.